Всем привет, меня зовут Илья. Давненько я не снимал видео уроков на свой канал. Не было вдохновения, какой-то мотивации, другая волна началась, не хотелось. А если мне не хочется, и не вдохновения, я стараюсь не делать, потому что получится плохо. И сегодня я надеюсь, что будет хорошо, и я смогу вернуться в это русло. В силу сложившейся ситуации я сейчас, как и многие, нахожусь на карантине, сижу дома, стараюсь никуда не ходить. Но, как мне кажется, даже из этого можно извлечь плюсы, даже в этом есть свой позитив. Можно наконец-то вернуться к каким-то делам, которые вы откладывали из-за работы, из-за учебы или из-за каких-то повседневных бытовых дел. В конце концов, позаниматься на бас-гитаре, выучить какое-нибудь новое соло, новое произведение. Почитать книгу, выспаться, выспаться. Самое главное – выспаться. Отложенные фильмы – все это очень сейчас самое время для этого. Сериалы. В данном случае, я хочу наконец-то, надеюсь, посмотреть «Ведьмака», потому что весь мир уже посмотрел сериал, первый сезон. Я, как всегда, все делаю в конце. Поэтому сейчас, как мне кажется, идеальный момент. Сегодня я постараюсь вам дать новое вдохновение, новую пищу для музыкального ума, новые какие-то идеи, новые какие-то источники вдохновения на поприще бас-гитарного искусства. Я довольно долго думал о названии к этому ролику и, на самом деле, даже сейчас не уверен о его правильности. Но пусть будет так. Что я сегодня хочу донести, что я сегодня хочу донести? Сегодня хочу поделиться с вами своими методами работы с мелодией. Мы сегодня будем учиться делать так, чтобы мелодия на вашей бас-гитаре, вашими руками звучала не просто банально и скучно, неинтересно, а фирменно и полноценно. Таких приемов великое множество в музыке. В одном ролике точно мы не уместим их. Но сегодня мы поговорим о гармонизации. Мы сегодня поговорим, как из одной ноты, из одной ноты мелодии сделать красивую, полноценно звучащую партию, которая может конкурировать с пианистами любыми, с классическими гитаристами. То есть эти приемы лично мне помогают звучать не хуже каких-то сольно-классических гитаристов на своем инструменте, которым меньше струн и даже не хуже, чем пианисты. За счет использования этих приемов гармонизации и правильности их использования. Начнем с Жака Пасториуса. В своей видео школе по бас-гитаре всем известный, или я надеюсь многим известный, он говорит следующие слова. Другими словами, если у нас есть готовая мелодия, то в ней уже зашита, в ней уже заложена и гармония, и линия баса. Ее только нужно правильно идентифицировать. Начнем с простых примеров, чтобы было понятно. Возьмем простой аккорд для минора. Вот такой. Я так практически никогда не беру, но я знаю, что люди так берут, как ты видел случайно. Ля минор, вот такой вот. То есть у нас идет Ля, потом идет До, третья ступень, и соответственно Ми, пятая ступень. Такой аппликатуре. Вопрос такой, вопрос такой. Какая тут самая главная нота? Многие скажут, что Ля. На самом деле это не так. Самая главная нота в аккорде, самая высокая нота. В данном случае самая высокая нота это нота Ми. Это самая главная нота. Она определяет, что это Ля минор, она определяет здесь все в данном случае, потому что самая высокая, она определяет мелодию, в ней зашит мелодию. Двигаемся дальше. К примеру, сыграем простейшую мелодию, ми-соль. Она может в гармонии выглядеть вот так. И она, скорее всего, будет так выглядеть. Это самый простой способ, когда мы от ноты мелодии стараем просто терцы вниз. Терцы большая, терцы малая. Здесь наоборот, терцы малые, терцы большие. Потому что так в тональности расположены звуки. И мы гармонизовали эту мелодию. Самый простой способ. Видно, что это интереснее, чем играть просто. Тем более, если вы играете один. Соответственно, мы можем, самый простой способ, по терциям от ноты, самой высокой ноты мелодии, мы выстраиваем по терциям. Получаем вот такой красивый звук. Дальше мы можем раскладывать это, как хотим. Еще один пример простой мелодии на пентатонике. Выглядит она вот так. Звучит пустовато, звучит неполноценно, не хватает баса, не хватает гармонии, и она неслухабельна. Но можно сделать вот так. Это то же самое. Если вы не поняли, это вот то же самое. Ну, а здесь мы вот эту ноту ми переносим на первую струну. Потому что лично я всегда это делаю от первой струны. Мелодию всегда строю от первой струны. Потому что, если, например, второй строить, вот здесь гармонизовать, то будет грязно звучать на басу. Поэтому в этом плане немножко бас ограничен. Например, на шестиструнном басу можно больше всяких вариаций найти, нежели на четырехструнном. Поэтому в данном случае я всегда, если у меня есть мелодия, я ее вижу на первой струне и дальше уже начинаю настраивать терции или другие интервалы в зависимости от ситуации. Еще один пример. Всем известный кузнечик. Можно сыграть просто одними нотами, как это пишется в учебниках для детей. А можно сыграть поинтереснее. Так. Либо вот так гармонизовать. Или даже сделать кузнечик джазовым. Это все одна мелодия. Я просто меняю настройку, меняю бас. Но суть не меняется. У нас в мелодии остается та же самая нота. Если, к примеру, я хочу придать джазовости и сделать более джазовую вещь, мелодию более в джазовом стиле сыграть, я делаю так, чтобы нота мелодии была седьмой ступенью. Если у нас речь идет о мажоре, если у нас здесь строится мажор, то есть терция будет сразу большая, то я строю, например, Мэйч 7. Большой мажор. Вот такая аппликатура классическая. То есть вот здесь у меня всегда нота мелодия, в данном случае, в мажоре. Вот такой будет аккорд. И звучит очень прикольно, даже в кузнечике. Несмотря на то, что бас-гитара с первого взгляда может показаться ограниченным инструментом, за счет того, что диапазон ограничен, меньше струн, но на самом деле здесь у нее есть большие преимущества перед гитаристами и перед пианистами, больше абертонов. К примеру, две ноты бас-гитары. К примеру, мы хотим ноту соль гармонизовать в мажоре. Вот на соль, терция. И можем еще терцию. Вот такой аккорд. Но я предпочитаю брать терцию, акталу. Вот такой мажор получится. Вот мне нужно гармонизовать соль. Я строю вот так в мажоре. То есть в двух нотах баса больше абертонов, чем в двух нотах, например, гитары. И для того, чтобы у гитаристу прозвучало так же жирно, у гитариста так же убедительно, ему нужно больше взять звуков, ему нужно сделать сложнее движение, чем басисту. То есть это чисто физика. К примеру, 10 контрабасов задушат 10 скрипов. У него больше абертонов, больше звука в двух нотах, скажем. Поэтому этот способ стоит использовать. Он простой и при этом звучит убедительно. Все вот эти дабл-стопы и аккорды. И в принципе на басу высокие ноты на толстых струнах звучат круто. Высокие ноты на басу звучат супер круто, потому что они благородно звучат. То есть это не используют довольно-таки странно. Если вы не используете это в сольной игре, это довольно странно. Потому что, как мне кажется, в этом большое преимущество бас-гитары. Итак, приступим к практике, приступим к упражнениям, которые помогут вам быстрее находить эти сопутствующие к мелодии ноты, важные для мелодии ноты, которые нам нужны для гармонизации, нужны для баса и тому подобное. Начнем с тональности, конкретной соль-мажор. Итак, мы сыграли соль-мажорную гамму. Дошли до первой струны, и здесь у нас начинаются важные ноты, ноты мелодии в этой тональности. Ноты мелодии, в данном случае, относительно баса, как я говорил, на первой струне. И как мы можем каждую эту ноту гармонизовать? Самый простой способ. По терциям, то есть мы играем первое у нас, получается такой дабл-стоп. Он уже сам по себе звучит неплохо. Но мы его можем дальше гармонизовать двумя способами. Первый способ это терция плюс терция, как все обычно делают. Один из способов. Вот так будет. Или эту ми можно перенести вот так. Чтоб широк был. Это будет одно и то же. Мелодия у нас вот. Это одно и то же, что вот это. Или терция плюс октава. Получается такая аппликатура. Терция плюс октава. Я сейчас использую, получается дециму здесь. Дециму терция на октаву выше. То есть, что у нас получается? Первый вариант. Второй вариант. Это все одно и то же. Потому что ноты, мелодия не меняется, драматургия не меняется, музыка не меняется. Хоть бас двигается, бас меняется, гармония меняется, аккорды меняются, аккорды разные. Здесь у нас мимо, не минор вообще. Здесь у нас соль-мажор. Аккорды вообще разные, но мелодия остается на то же. В этом фишка мелодия. Как только меняется мелодия, меняется музыка. Если мелодия не меняется, музыка не меняется. Что бы мы ни делали. Поэтому два варианта. Далее. Если я хочу более джазовое звучание, как я уже говорил, Я делаю так, чтобы вот эту ноту мелодии мы на ней сели Это у нас си В данном случае получается Чтобы она звучала по джазу Я делаю так, чтобы она была седьмой В аккорде, седьмой ступенью Самый высокий звук Чтобы вот эта вот у нас, именно вот эта нота на третьем ладу Си первой струны Была седьмой ступенью Я строю аппликатуру и получается вот такой рот Конечно, иногда выше, чтобы было слышно То есть это у нас получается До мач 7 Большой мажорный сет Семерка, вот это си у нас То есть я могу делать так Это все одно и то же Более джазовое звучание Двигаемся дальше После си у нас следующая нота в соль мажоре Это у нас дуб до И ее также мы можем гармонизовать по терци Первый вариант Или терция плюс октаву Такой вариант Или вот такой вариант Здесь вариант либо фа мажор Либо минор Либо мы можем также гармонизовать его по джазовому Сделать так, чтобы это стало семеркой Малым минорным сет-аккордом Это получится у нас вот так Вот такой аккорд То есть мы можем сыграть вот так Мелодия будет двигаться Дальше действую по тому же принципу У нас нота следующая, нота ре Здесь она аналогична, так как у нас возникает сразу Малая терция Аналогична с нотой до Вот такой вариант аппликатуры Такого варианта аппликатура Или малый минорный Если это нужно джазовое звучание Есть и другие варианты Например, можно вот так гармонизовать Power аккорд, так называемая пятерка Тоже вариант Но это надо смотреть от ситуации Вы выбираете уже Какой тут выбрать аккорд Для этой ноты мелодии Смотря от контекста Смотря какой контекст Какой следующий аккорд Какое вам нужно звучание джазовое или нет Если вам нужно более классическое Или роковое Или попсовое звучание Можно использовать Power аккорд Можно использовать обычный трезвучный Вот такое. Это все зависит от контекста. Тут главное понять сам принцип. Далее для закрепления можно сыграть такое упражнение. Далее можем немножко усложнить и гармонизовать все ноты в тональности соль-мажор, сыграя вот такую секвенцию. Ну и так далее. Как бы мы приезжаем к ноте мелодии и гармонизуем нужную нам ноту. Если нам нужно более традиционное классическое звучание, не джазовое, а ближе к року, попсе, то мы делаем это обычными терция плюс октавы или терция плюс терция, обычные трезвучия, только наоборот. И это будет звучать вот так. И так далее. То же самое, только мы обыграли это более попсово. Есть еще способы обыгрывания, не только эти аккорды, которые я показал. Например, можно играть пауэр-аккордами, это вот такие, когда мы играем терцию, не терцию, а кварту вниз, и октаву. Вот эти трекционные аккорды, они очень хорошо звучат, например, в какой-то классической музыке, когда у нас есть мелодия, вот это мы завершаем произведение какое-то. Эти аккорды неплохие. Можно просто, опять же, квартами иногда хорошо звучат чистыми квартами. Есть еще способы, например, квинта и квинта. Вот так вот можно рассмотреть как девятку. То есть мы тут минимум можем вот так гармонизовать, получится аккорд девятка тоже. Ну, он звучит нейтрально, но в некоторых случаях его тоже можно использовать. Еще раз повторюсь, зависит от контекста. Смотря какой следующий аккорд, какой был предыдущий, иногда удобнее можно даже гармонизовать тут ноту ми вот таким образом, или вот таким, по-разному. То есть зависит от контекста. Но есть еще способы. Пишите в комментариях, каким еще способом можно это все обогащать, какие вы используете, какие вы строите интервалы и вообще свои соображения по этому поводу. Это все лишь как делаю я, но то, о чем я сейчас говорил, о чем я сказал, этого достаточно в 95% вещей, произведений можно этими аккордами очень красиво сыграть. Этого будет достаточно, очень слухабельно. Итак, будем немножко закругляться, подведем итоги. Чем это полезно? Что это даст этот сегодняшний урок вам? Чем вы, где вы что прокачаете? Во-первых, это вас может продвинуть в плане сочинительства музыки. К примеру, у вас в голове какая-то мелодия возникла, вы знаете принципы, сыграете упражнения, прислушиваясь к тому, что я сказал, вы можете сразу взять инструмент и сделать гармонию, сделать басовую линию. Можете сразу эту мелодию простую, которая вроде бы ничего необычного, как я показывал, ничего интересного вроде бы, но из нее можно делать интересную вещь и продукт, который будет слушать. Это первое. То есть продвинуться в плане сочинительства, делать из простого уже красивое, уже что-то интересное. И самому от этого получать удовольствие. Второе, к примеру, это можно использовать в импровизации в соло. Например, простой пример, кстати, можно сыграть такую фразу. Один раз мы играем обычно, а второй раз, например, вот так, смотрите. А второй раз. Ну, на этом, я думаю, сегодня все. Вроде бы все сказал, ничего не забыл. Но если я что-то забыл, пишите обязательно в комментариях, потому что я могу забыть, что-то не сказать. Какие-то моменты, бывает, вылетают из головы. Обязательно пишите, как можно еще, какие вы используете. Еще раз повторюсь, методы для гармонизации, методы для интересности вашей игры. На этом все. Я надеюсь, будет полезно. Надеюсь, это что-то вам даст. Любви, доброты всем. Не болейте. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok